Добрый день! Здравствуйте, дорогие слушатели, уважаемые гости, наши спикеры. Меня зовут Евгений Старосельский, я являюсь клиентским директором NMI Group. И сегодня наша сессия посвящена кейсам, это продолжающая сессия. Сегодня на конференции много говорят о изменении паттерна потребления, о том, что в рынке существуют новые возможности, о полной глобальной диджитализации, о том, как искусственный интеллект вовлекается в процессы, вообще, насколько он помогает нам. И сегодня спикеры покажут разные кейсы с разных сторон, с разных точек зрения. Хотел бы представить первого спикера, это Марина Пикулева, директор по специальным исследованиям «Медиаскоп», которая как раз расскажет про ту нишевую и удивительно еще не охваченную аудиторию, про которую было их исследование. Пожалуйста, Марина. Работает? Слышно меня, да? Хорошо. Здравствуйте. «Медиаскоп» выступает в непривычном для себя качестве. Мы обычно приходим с медиаданными, которые получены с помощью всяких высоких технологий. Сейчас классический опрос, аудитория от 4 до 17, потому что, на самом деле, главной целью нашей было понять мнение, установки и ценности детей и подростков. Поэтому мы использовали классические методы. Мы сделали несколько тысяч интервью по довольно сложной схеме. Не буду сейчас на этом останавливаться. Хотите подробности потом. Давайте посмотрим на детей немножко с другой точки зрения. Повторюсь, не медиапотребление, а просто потребление. Если мы берем аудиторию, целевую группу от 4 до 17 лет, здесь нет села, здесь нет малых городов, это важно, только Россия 100+, то, в принципе, вот этот широкий срез нам показывает, что дети очень неплохо обеспечены. Потому что родители — это активные люди в трудоспособном возрасте, и они стараются своим детям дать все. У них есть для этого возможности. А в их собственном детстве не было многого из того, почти ничего не было, из того, что есть сейчас в распоряжении современных детей. И с точки зрения досуга, и с точки зрения каких-то доступных им девайсов, приборов, устройств, игрушек и прочих материальных ценностей. При этом сами дети денег тратят немного. С точки зрения потребителей у них не так много в их распоряжении средств. Хотя карманные деньги есть у большинства, то, во-первых, все-таки не у всех. Во-вторых, сумма небольшая. Это такая сумма, с которой можно зайти в магазин и купить себе перекусить шоколадку, но с которой вряд ли можно делать крупные покупки. Но зато крупные покупки делают за них родители. И родители покупают довольно много. Обратите внимание на цифру количества родителей, которые раз в полгода покупают игрушки. Я понимаю, там зубная паста кончается, а игрушки-то что с ними происходит? Нет, все равно. Ребенок растет, нужно новые игрушки. При этом иногда, как раз с игрушками хороший пример, родители вынуждают совершать новые покупки, процесс коллекционирования. Наверняка сидящие здесь люди в детстве что-нибудь собирали. Современные дети и подростки тоже собирают. У кого-то это безобидные фантики от жвачек, а у кого-то это вполне себе дорогие модели, куклы или лошадки. Когда дети вырастают, сейчас мы говорим уже про таких подрощенных детей, старшеклассники, они начинают тратить деньги самостоятельно. Они по-прежнему утратят все еще родительские деньги, потому что подработки, несмотря на то, что это довольно распространенная история, это все равно скорее раздавать рекламу у метро. Это не очень серьезный заработок, как вы понимаете. Но тем не менее, когда они совершают покупки на маркетплейсах, то они делают это более-менее самостоятельно. То есть они могут, скажем так, учитывать рекомендации родителей, но в первую очередь с точки зрения бюджета. Но вещи они выбирают себе сами. И если вы посмотрите, у них довольно разнообразные категории, вот эти вот товарные, которые они себе заказывают на маркетплейсах. В первую очередь, конечно, одежда, косметика и уход у девочек, но этим не исчерпываются. Если посмотреть на проведение досуга и вообще тренды, которые считают модными, то здесь тоже все достаточно интересно. Сейчас сначала объясню, как это считается, потом прокомментирую цифры. Мы по поводу совершенно разных вещей, кстати, искусственного интеллекта тоже, задавали вопросы. Как вы считаете, ну давайте буквально, искусственный интеллект – это то, что модно сейчас, это то, что только начинает развиваться, это то, что уже скорее выходит из моды, из трендов, или это то, что вообще уже вчерашний день далеко в прошлом. Дальше мы суммировали положительные ответы, развивается и модно. Вы читали из них отрицательные, это уже в прошлом выходит из моды, и получали вот такой вот тренд-индекс. То есть если бы, например, нам все дети и подростки сказали, что искусственный интеллект – это супермодно, он был бы 100, если бы сказали, что это все вообще вышло из моды, был бы минус 100. Вот в этом интервале от минус 100 до 100, соответственно, помещаются какие-то цифры. И посмотрите, здесь есть тренды довольно старые, но, например, ходить в торговые центры было модно практически с того момента, когда они начали появляться в наших городах. При этом не обязательно ходить за покупками, это просто ходить, поглазеть, посмотреть, не знаю, бургер съесть или просто хотя бы поглазеть на витрины. А вот, скажем, путешествовать по России – это тренд, который стал модным сравнительно недавно по понятным всем причинам, но, что важно, он продолжает расти. Вот год назад он был, например, 75, сейчас он 82. То есть, будучи уже очень высоким, он все равно продолжает расти. И если вы посмотрите с точки зрения того, как детям кажется модно проводить их в свободное время, вы видите, что здесь есть разные занятия. Понятно, что есть разница между девочками и мальчиками и между разными возрастами. Например, скейтборд в возрасте 9-13 лет считается более модным, чем в возрасте 14-17. Но есть какие-то общие тренды, связанные, например, со спортом, здоровым образом жизни, здоровым питанием. Конечно, дети далеко не все занимаются спортом регулярно, хотя достаточно многие занимаются время от времени. Тем не менее, они понимают, что вести такой здоровый образ жизни – это вообще-то то, что сейчас находится в тренде. То, что внизу. Читать книги, радио, телевизор – это не означает, что они не смотрят, не читают и не слушают. Это означает, что для них эти занятия ассоциируются скорее с какими-то другими целевыми группами – мамами, папами, дедушками, бабушками, нежели с собой и своими ровесниками. Дети как потребители, дети как люди, которые обращают или не обращают внимания на рекламу. Конечно, они отличаются от тех людей, от наших с вами поколений, у которых есть деньги, которые, собственно, привыкли потреблять регулярно за себя, за семью. Но, тем не менее, даже в группе 12-17 лет есть подростки, которые принимают участие в различного рода акциях, розыгрышах, которые устраивают компании-производители. Если мы посмотрим на то, какие рекламоносители на них влияют, на что они обращают внимание, то, в общем-то, здесь тоже, наверное, не будет для вас больших открытий, потому что, с одной стороны, охватные носители такие же, как и у взрослых. Это телевизор, наружная реклама, интернет, видео в интернете. Но есть и специфические нишевые на сети, которые более релевантны для этой группы. Онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры и реклама в кинотеатрах. И обратите внимание на блогеров и селебрити. И здесь мне хочется вам показать, что, в принципе, блогеры, конечно, это такая важная часть медиа-вселенной подростков и маленьких детей тоже в том числе. Это ответ на вопрос, кто у вас или у вашего ребенка, если мы разговаривали с мамой, например, четырехлетнего малыша, любимый блогер. Это открытые, то есть дети должны были сами что-то написать. Поэтому здесь такие сравнительно невысокие проценты. Это нормально. Если вдруг кто-то не знает, кто такой Влад Бумага, то вообще пора уже самое время про это узнать. Я как-то даже неожиданно быстрее уложилась. Ничего, я как раз успею задать один вопрос. Да. Кстати, извини, ой, назад я не могу. Могу, могу, могу. Вот если вернуться сюда, то как раз искусственный интеллект, умная колонка и умный дом, они тоже находятся наверху. У них тренд-индекс тоже на уровне где-то 75-85, точнее, не помню. На самом деле, спасибо огромное за такой срез интересный. На самом деле, очень часто сегодня звучало о том, что мы упускаем определенные аудитории. И здесь сегодня спикеры говорили, что там 25-45, например, какой-то кор. И сегодня Каролин Скалова говорила о том, что многие дети уже там почти 70 процентов это как раз отдельные потребители. Вот как вы думаете, эту молодую аудиторию, совсем еще современную, стоит ли включать как-то в коммуникации, может быть, или вообще рассматривать брендом, как вот дополнительную нишевую, привлекающую аудиторию? Как, может быть, трендсеттеры? Смотря каким брендом, давайте начнем с этого. Потому что, ну, в общем, мы понимаем, что есть какие-то ограничения. Но с учетом, смотрите, я думаю, ответ «да», а дальше «да, но». То есть всегда есть нюансы, потому что это аудитория особенная, и если вы хотите с ней работать, то с ней, безусловно, нельзя работать теми же методами, которые вы используете для достижения аудитории 25-34. Это немножко, мне кажется, такая вот, ну… Ну да, блогеры мы видели как раз это. Да, с блогерами тоже не так все просто, потому что тот же самый Влад А4, я про это всегда говорю. Вот здесь, на этой картинке, если я все правильно помню, там 26%. Так вот, смотрите, если мы разобьем на две группы 14-17, возьмем 14-11 и 12-17, 14-17 Влада А4, треть считают любимым блогером, треть, а в старшей группе 12-17, примерно 15%. Почему? Потому что на самом деле у детей появляется какая-то насмотренность, вот они взрослеют, они больше времени проводят в соцсетях, потому что у них уже нарастает круг собственного общения, они больше видят роликов, они уже не только ТикТоком пользуются, но они на Ютубе чаще бывают, именно за блогерами туда заходят, и они нам сами говорят, ну вот я раньше смотрел там того же Влада А4, а сейчас я не понимаю, но это только вот если посмотреть, ну только ради ностальгии детства вспомнить, или поржать, какой я был тупой раньше, вот такие бывают ответы, то есть они говорят, нет, вот уже блогер, это не просто я встал, там снял ролик «Доброе утро, страна», и все, я теперь знаменитый, зарабатываю много денег. Блогеры — это работа, это нужно думать про интересный сюжет, про качество картинки, это вот уже требует каких-то затрат. Поэтому дети, ну то есть их нельзя просто купить на какую-то картинку, которая, ну как бы, непродуманно, Да, это лакмус на честность. У них тоже есть какое-то критическое восприятие, хотя оно не сразу возникает, тем не менее. Спасибо огромное, Марина. Прошу аплодисменты.